всем добрый день Марсель спит очень жарко дома сейчас я нахожусь в городе Дима уже уехал скоро за нами приедет хотелось бы еще раз озвучить нюансы моменты из-за которых очень недовольны сотрудники компании компания из-за которых компания очень агрессивно реагирует и злится не отвечает в мессенджерах на корректные вопросы и не читает сообщения по поводу в том числе рекламации проблем в доме много не обо всем мы говорили потому что просто не хотелось бы говорить о плохом поначалу поначалу строительства в тот момент когда бригада строительная заехала но сейчас я чуть-чуть расскажу буквально то что вспомню по приезду строительные бригады мы услышали от них что сваи сделаны просто через одно место и строительные бригады каким-то образом их поправляла уж не знаю как это возможно что-то там подкладывали в общем человек который нам устанавливал свои от строительной компании усадьбы естественно установил их неверно чем это грозит вы можете представить я даже не хочу потому что свои основное и что будет с домом я не знаю но как бы выхода пути назад уже нет то есть что мы можем сделать ждать что будет дальше правильно сваи установлены неверно строительная бригада что-то там подкладывала по итогу сказали другие но множество людей которые видели что со своими что-то не так сказали что то что подложено строительной бригады между своими и домом это будет гнить опять же время покажет но в любом случае технологии нарушена и это как бы дураку понятно дальше было много проблем с тем что происходило дома значит дом строили мы видели какие-то косяки но думали что мы не профессионалы и кто-то приедет по окончании строительства и проконтролирует от строительной бригады то как строительные от строительной компании то как строительная бригада справилась со своей задачей со своим строительством никто конечно же не приехал приехали уже потом спустя очень долгое время потому что никого не дождешься и и сказали что кто приезжал они сказали что на тот момент 6 жалоб от клиентов строительной компании всадьбы и людей нет в компании и некому некому проводить исправлять косяки поэтому все жалуются и строители нет и исправить никто ничего не может поэтому все ждут но косяки какие были я уже выложила потому что это нужно было однозначно как-то сохранять донести до тех до кого еще возможно что обращаться сюда опасно но в том числе для жизни потому что по итогу что мы видели сгнивший дом полностью то есть дома буквально несколько дней доски все гниют везде влага тоже там сотрудники компании говорили некоторые что пленка это не дело типа нужен и заспан и так далее в общем кто-то против заспана неважно дом гнил что-то там пытались исправить другие косяки пытались исправить у них так ничего не вышло в том числе входная дверь которая достаточно дорого стоит в итоге она сейчас держится на каких-то соплях и на честном слове и она так и не ее установка так и не было скорректирована потому что я показывал предыдущем видео что она просто болтается и это извините входная дверь и это извините лето а что будет зимой тоже будет видно много косяков по поводу таких мелких типа не прокрас элементов а если не прокрас я думаю вы все понимаете что доски будут гнить ладно я сама красила потом дверь балкона не скрывалась ладно не сделали что-то потом надарили много лишних дыр и оставили это просто так потом перепутали что-то там вагонку в одной комнате с с этими с другой отделкой это тоже как бы ладно полно вещей которые были на протяжении всего этого времени вообще мы могли бы просто скандалить просто можно было устраивать какие-то скандалы постоянно потому что люди не шевелились у нас тормозил тормозились внутренней работой из-за того что мы ждали 150 лет бригаду который откорректирует нам косяки в общем балки вот эти вот перекладины точнее на террасе они ходили ходуном их нужно было закреплять их сгруппили что еще но уровень досок неровный на веранде и на террасе одна низко другая высоко потом доски некоторые были настолько в ужасном состоянии там я не могу это объяснить короче переломанные доски с трещинами это по всему дом такие ладно это все это уже все мелочи и вот извините когда работники компании которые занимались установкой труб вот этих вот и так далее сказали что строитель компании жалеет 100 тысяч рублей для того чтобы купить сварочная пара для пндой трубы и поэтому они могут выводить кран туда куда нужно чтобы я могла перекрыть в любой момент воду в доме это конечно же был финиш и сегодня приехал еще один сотрудник от компании и сказал что вообще в шоке потому что произошло и что кран должен быть обязательно то есть в чем моя претензия к строительной компании и почему строительная компания так адресирует и злиться на мою вот эту претензию претензия заключается в том что у нас затоплен первый этаж и мы лишаемся материальных каких-то средств из-за косяков строительной компании частности того что кран установлен не в том месте где он должен быть установлен кран для того чтобы перекрыть воду строительная компания не будет реагировать на на это но они будут реагировать на мои ролики которые собственно я не для них как бы выкладываю потому что бесполезно а для тех кого есть шанс еще предостеречь потому что нам некоторые люди писали когда искали строительную компанию они писали я давал номер телефона и многие родственники меня спрашивали друзья по поводу этой строительной компании и вначале наши друзья которые находятся в этой деревне они нам сказали что их работник который делал ремонт в их доме на даче сказал им что строительная компания очень плохая что тогда могла было сделать ипотека оформлена договор заключен что я могла сделать ничего надеяться на лучшее в итоге этот строитель который моим друзьям делал ремонт со своей бригадой это частное лицо он оказался прав мы просто попали на огромные деньги мы сейчас платим проценты банку за косяки строительной компании я потратила кучу своих своего здоровья своих нервов то есть до сих пор все эти месяца у меня не может остановиться организм из-за того что ослаб иммунитет на нервной почве это я сама понимаю и не нужно говорить что это не так да я не врач но я это осознаю то есть все инстанции горгаз свет водоканал это все цветочки это все пройдено и все мы смогли сделать а то что происходит строительной компании усадьбы это все еще впереди и я хочу сказать что я понимаю что не все такие как я и у многих понятия другие но не такие как у меня да что нужно работать и если ты работаешь чтобы выполнять свою работу качественно и оказывать услуги качественно я понимаю что не все такие но я никогда не понимала в жизни одного неужели люди не думают о своей карме о том что все что происходит в этом мире это все склично все всегда всем воздастся и воздается нужно быть каким-то там философом или супер мега умным человеком чтобы это знать что любое что мы производим в эту жизнь все нам возвращается кто-то еще не в курсе но почему не знаю с тех пор как я это поняла лет там 25 где туда я с тех самых пор изо всех сил стараюсь ничего плохого в этой жизни не делать никого не обижать помогать помогать людям помогать животным потому что это все я делаю для себя потому что я знаю что все плохое что я сделаю она мне вернется конечно о чем я сейчас говорю да я человек и эта компания да можно сказать не живой организм но люди которые пишут от лица компании сотрудники в комментариях вы должны задуматься о том что вы пишете я не беру у вас ваша я прошу у вашей компании все эти несколько месяцев исправить косяки компании и все мне лишнего ничего не нужно ничего и ни во что бы это не выливалось если бы реакция компании была адекватной и даже когда хлынула эта вода и потопа там была моя мама и димин папа и мы все бегали как сумасшедшие это было очень жутко и страшно и даже тогда у меня не было ни агрессии ни злости в отношении по отношению компании я даже тогда надеялась на нормальная нормальная реакция от компании но о чем я говорю опять же эта компания это просто компания что будет дальше я не знаю и у меня нет желания делать кому-то что-то плохое но но там уже как носенька как решат уже выше стоящая инстанция я уже ничего сделать я смотрю Марсюша что-то не успеет мам ты меня замучила Марсюша такие смешные сотрудники пишут в комментариях видео не вводите людей в заблуждение мне так смешно единственное как я вводила людей в заблуждение это то что я не рассказывала правду с самого начала и многие видя мой красивый домик клевали и обращались в эту компанию вот это да в этом я чувствую свою вину то что мне не нужно было показывать наш красивый дом чтобы люди не велись на картинку еще такой момент я вспомнила когда когда дом был готов коробка снаружи да все было готово и мне написали можно ли приехать поснимать пофоткать от компании и можете ли вы дать небольшое такое интервью и отзыв оставить о компании то есть понимаете да но я тогда сразу смекнула я говорю вы приезжайте фоткайте но отзыв я оставить не могу я а потом тогда когда нам будет сдан дом когда я вижу что все в порядке то есть понимаете они как делают они в основном людей ловят момент того как им сделали все внешнее и внешний дом выглядит нормально люди в эйфории счастливы у них наконец-то дом и дают вот такие вот маленькие интервью со словами благодарности компании то есть а косяки люди еще не увидели ну как только девушка приехал походку домик они выложили у себя на канале мой красивый дом слава богу тут все полезло наружу и мы увидели как дом гниет и так далее то есть вы сейчас прикалываетесь когда пишите мне в комментарии не приводите людей в заблуждение это то есть я ввожу людей в заблуждение рассказывать о том что сгнил новый дом о том что сваи невермы установлены о том что хлынула вода затопил этаж а вам фиолетово то есть это я ввожу людей в заблуждение такая логика интересная конечно но я как бы не обижаюсь я уверена что у человека не хватает видео образование чтобы если